Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынков от компании Типмилла, СМИЯ, Артур и Диатур. После шквала оптимистичных заголовков, касательно торговых переговоров на прошлой неделе, которые вызвали массивный откат вычих позиций по золоту, конкретных подробностей, на чем сошлись США и Китай, так и не поступило. Новости о прорыве в переговорах увенчались лишь воскресным твитом Трампа о продлении торговых переговоров, которые президент дальновидно опубликовал за 20 минут до начала открытия фьючерсных торгов. Итак, Трамп заявил, что США и Китай достигли значительного прогресса в торговых переговорах по решению основных вопросов, типа кражи интеллектуальной собственности, по структурным реформам. И поэтому дедлайн по торговым переговорам будет перенесен, и поэтому твердый срок уже не 1 марта, как было раньше. Основная ясность, конечно же, внесет встреча Трампа с китайским лидером Синь, который пройдет позже. Поэтому все внимание, конечно же, будет приковано к этой встрече. Трамп определенно вносит раздутый фондовый рынок в критерии успешного президентства, раз не упуская такие достойные возможности приободрить его, или, возможно, ему не дает покоя его профессиональное прошлое шоумена. Пристально следящие за активностью Трампа в Твиттере торговые роботы тут же заложили новую информацию о фьючерсе, без труда преодолев критически важный уровень сопротивления в 2,800. Инвесторы в золоте оказались более предусмотрительными еще на прошлой неделе, стремительно закрывая длинные позиции, так что золото значительно откатилось на прошлой неделе. Также в пятницу Трамп вступил в дебаты с главным ястремом Белого дома Робертом Лейдхайдером относительно сущности меморандума о взаимопонимании, которые обе стороны подписали во время переговоров. Во время встречи со специальным представителем Китая Лью Хэ, который транслировался также по телевидению, на котором присутствовали журналисты, Трамп возмутился необязательным характером документа, который не подразумевает никаких правил или каких-то жестких ограничений для Китая в рамках торгового соглашения. В то время как Лейдхайдер пытался объяснить, что это и есть торговое соглашение, которое обычно подписывают страны при достижении договоренности. Стычка кончилась с капитуляцией Вайдхайдера, который заверил, что больше не будет использовать название меморандума о взаимопонимании и будет называть его торговым соглашением. Реакцию рынков на позитивный комментарий Трампа в воскресенье, конечно же, усилили разногласия президента Советников в пятницу, создав такое впечатление, что Трамп снова не удовлетворен исходом переговоров, как это было в марте прошлого года, когда он все забраковал. Однако сейчас, похоже, все обошлось. Согласно сведениям Булнберг, отношения Трампа и Лейдхайдера дали трещину еще со встречи президента США и Китая в Аргентине. Тогда Трамп потребовал, что переговоры начались сразу, однако Лейдхайдер выразил, что Китай еще не готов. Но переговоры пришлось все-таки инициировать, и советник Трампа надеялся, что последний срок, то есть 1 марта, не будет нарушен, и слабый прогресс в переговорах позволит увеличить давление на Китай в следующем раундном тарифе. Вообще Трамп расстроил всех воинственно настроенных сенаторов, типа Марка Рубио, а также чиновников из Белого дома, желанием, будем говорить, слепить соглашение на скорый урок, так как, по их мнению, США приобрели достаточный рычагов давления на Китай, который проигрывает торговой войне, исходя из экономического ущерба, который получили обе страны. Попытка Трампа успокоить рынки, потрапливая свою команду в подготовке соглашений, и всячески это рекламирует, по мнению сенаторов и многих чиновников, может быть тактической ошибкой, так как растущий экономический урон будет снижать переговорные силы Китая. И в этом есть немалая доля правды. Данные по смягчению кредитных условий в китайской экономике не нуждаются в комментариях. Но можно хотя заметить, что кредитный импульс, который произошел в Китае в январе этого года, он значительно превышает все предыдущие скачки инъекций и ликвидности в экономику, которые Китай сделал тогда, когда дела в экономике, собственно, ухудшались. За январь денежные вливания в экономику, именно вот этот кредитный импульс, составили почти 700 миллиардов долларов, что сопоставимо с ВВП Саудовской Аравии. То есть это произошло всего лишь за месяц. Разумеется, это не только означает отступление правительства в торговой войне с США, но и капитуляцию в борьбе с теневым финансированием, которое так и не удалось окончательно подобить. Вот здесь видно, что меры Китая по ограничению теневого финансирования сначала вроде были эффективны, затем произошел вот здесь разворот теневого финансирования, его объемы снова начали расти, и превысили, вышли в положительное значение в начале этого года, как раз после этого масштабного огромного кредитного импульса, который произошел в январе. Чиновники Центрального банка заявили, что ускорение кредитной экспансии сопряжено с традиционным ростом спроса на кредиты в январе. Тогда странно, что на этом графике социального финансирования выше, точнее, в предыдущие годы отсутствуют характерные всплески в росте социального финансирования в предыдущих годах. Денежное стимулирование Китая и оптимизм Трампа будут подогревать аппетит к риску на этой неделе, поэтому откат по безрисковым активам, в частности золото, вероятно, возобновится на этой неделе дальше. На сегодня это все. Спасибо за большое внимание. Увидимся с вами в среду.